Давайте поговорим о том, почему же мы радуемся, а почему расстраиваемся. И кто или что контролирует эти процессы? Мы можем ли мы с ними взаимодействовать? Наверняка у каждого из вас было такое утро, когда ты встаешь или спотыкаешься, падаешь с кровати, и ты можешь ничего вслух не говорить, но мысленно у тебя уже идет информация о том, что сегодня, наверное, не мой день. И приходя на учебу, на работу, ну я возьму, например, школу, ты садишься за парту и вроде бы даже слушаешь учителя, конспектируешь, обращаешь внимание на доску и что-то запоминаешь. Но подсознательно ты уже задал себе с утра цель, сегодня я должен испортить себе настроение. И в голове ты продумаешь, с кем бы я мог его испортить, или какую бы ситуацию я бы создал, чтобы испортить себе настроение. И дожидаясь перемены, а иногда бывает, что именно на этом уроке, ты начинаешь себе его портить. Все должно идти по плану, и следуя определенным ступенькам своего плана, ты его выполняешь. И вот, ты расстроен. Ты ходишь и говоришь себе, ну почему же он на меня обиделся, а почему мы вообще поссорились, и почему эта ситуация случилась именно сейчас и именно со мной. Да потому что ты сам этого хотел. Ты с утра задал себе программу, я хочу расстроиться, ты расстроился. На самом деле в глубине души ты очень-очень счастлив. Ну и потом твой день идет как обычно. А бывает, что ты встаешь, спотыкаешься, снова встаешь и говоришь, наверное, сегодня не мой день. Ты выходишь из комнаты или заходишь в помещение, где окружают тебя только родные, близкие и люди, которых ты любишь. И ты понимаешь, что ты не можешь с ними ссориться, и ты не хочешь этого делать, ты не хочешь портить ситуацию и атмосферу, которая сейчас между вами. Но ты же задал себе установку, ты должен испортить себе настроение. И тут начинается самое интересное. Мы начинаем прислушиваться к малейшим колебаниям интонации. Допустим, я протерла пыль. И мне сказали, молодец. Игра началась. Мне сказали, молодец, потому что я учусь с утра до вечера, да еще и пыль вытираю. Ой, какая молодец. Ну да, конечно, это хороший вариант. Или же мне сказали, молодец, потому что какой-то ухмылкой и какой-то небрежной интонацией. Кто-то еще молодец, могла бы вытереть и получше. Или же мне сказали, это молодец гневом. То есть, она вытирает пыль гораздо лучше, чем я. Нужно стараться над собой. Нет, нет, мне вот прям не нравится это. И тут начинается самое интересное. Я задумываюсь о колебаниях интонаций примерно на три, а это бывает больше часов. И знаете, если у меня плохое настроение, то, конечно же, я выбираю наихудший вариант. И я расстраиваюсь. Мое настроение просто сокрушается. И как бы это смешно ни звучало, но когда я хочу, чтобы мне было плохо, и мне плохо, мне так хорошо. Но бывают такие ситуации, когда ты встаешь утром и, опять же, спотыкаешься, но ты встаешь и говоришь, ах, хорошо, что споткнулся, заодно и размялся, прям в самый раз, как и надо. Идешь в школу, ну, мой пример, школа, приходишь в школу, обнимаешь всех друзей, садишься за парту, потом тебя вызывают к доске. Ты выходишь к доске и говоришь с учителем о каких-нибудь милых, очень достаточно милых вещах. И тут начинается самое интересное. Ты рассказываешь, возвращаешься, садишься на место, разговариваешь с детьми, которыми тебе интересно разговаривать. И, безусловно, ты счастлив. И, наверное, каждый мечтал о таком. Но бывает такое ощущение внутри, как кошки на душе скребутся, вот когда так хорошо. И ты понимаешь, что тебе это не нравится. Ты не хочешь этого видеть. Я не хочу, чтобы все было так хорошо. Мне не нравится, когда я иду по улице, а вокруг меня проходят какие-то люди с безмолвными выражениями лица. Мне не нравится, когда я сижу в школе или в классе, а на меня смотрит учитель и рассказывает мне информацию, которую он рассказывал уже шесть раз за этот день, а бывает и тысячный за всю свою жизнь. Мне это не нравится. Поэтому мне нравится, когда обстановка немного сумбурна или немного напряжена. Это интересно. Ведь, когда мы напряжены, наш мозг работает гораздо быстрее и гораздо больше в направлении. Допустим, когда я напряжена или когда я с кем-то ссорюсь, или когда что-то такое происходит, я очень забавно шучу. И мне это припоминает потом еще долго. Или когда я напряжена, я бегаю, пью кофе, не сплю ночами, что-то делаю. Но ведь, согласитесь, когда мы куда-то спешим или что-то делаем, мы делаем это для кого-то. Следовательно, мы не одиноки. Самый большой страх человечества, по моему мнению, это одиночество. Следовательно, чем больше мы бегаем и чем больше мы что-то делаем, тем менее мы одиноки. И это замечательно. Но бывают такие моменты и такие ситуации, которые вынуждают нас отказаться от своих эмоций и сделать выбор, можно так сказать, хладнокровного человека. И это бывает очень трудно. Хотя многие из вас уже сталкивались с этим и прекрасно знают, как с этим справляться. Кто-то бежит в магазин, покупает себе новую вещичку. Кто-то бежит в компьютер и пишет что-нибудь в Твиттер или куда-нибудь еще, укладывает фотографии в Инстаграм, например. А кто-то просто идет спать. У меня много людей, которые идут спать. Да, признаюсь, я сама тоже люблю поспать. И это все эти варианты, они затрачивают у нас какие-то ресурсы. Одни денежные, другие временные. Но есть такой вариант, который я открыла сама для себя. И хочу поделиться частичкой этого открытия с вами. Особая вселенная. Да, как бы это смешно ни звучало, но это называется особая вселенная. В этой особой вселенной мы можем абстрагироваться от всех наших эмоций. И понять, что же нам на самом деле нужно. В этой особой вселенной мы можем осознать последствия нашего ответа. И потом не бегать и не говорить, после того, как ты уже ответил человеку, не бегать и не нервничать. О, Боже мой, а что же произойдет дальше? Что же случится? Не тратить энергию на эту беготню, а тратить энергию на нужные вещи. Поэтому предлагаю вам ознакомиться с этой особой вселенной. Теперь будет хорошо, если мы все выдохнем. Закроем глаза. Плотно-плотно. Не бойтесь. Теперь прикроем глаза руками для большего ощущения темноты и абсолютной бездны. Вы видите вокруг себя черный-причерный фон, бескрайние просторы непонятного мира. И это вас добавляет, и это интересно. Вы начинаете делать первые шаги. И видите, у вас на пути появляется угол. Да, угол. Такой незаконченный треугольник. Он серый, потертый. Вы садитесь в этот угол. И представляете ситуацию. Вы висезрите ситуацию из этого угла. Встреча двух друзей. Привет, друг. Привет, друг. Как у тебя дела? Все отлично. А у тебя тоже? А ты никогда не думал заняться спортом? Хм, даже не задумался насчет этого. Слушай, может быть тогда займемся хоккеем? И тут мы останавливаемся. И думаем, что же ответить этому амбициозному другу, который хочет заняться хоккеем? Ведь вам же придется ходить вместе с ним. И теперь эта ситуация испаряется в темноте. Перед вами появляется огромная палитра со всем цветовым спектром. С тем, который вы хотите иметь. Вы берете кисточку, которая также появляется с водой, и начинаете рисовать последствия вашего ответа на вопрос номер один. Не жалейте кисточек, красок. Они возникают в таком количестве, которым они вам нужны. Вы можете выложить последствия кисточками, листами. Да чем угодно. Главное, чтобы вы поняли, какие будут настоящие последствия. Не жалейте краски. Итак, я думаю, последствия ответа номер один мы нарисовали. Теперь подходим ко второй стене. На второй стене мы нарисуем последствия ответа номер два. Вода разливается, кисточки стучат в стаканчик, краски кончаются. И вы заканчиваете свою работу на второй стене. Сейчас вы кладете весь инвентарь на черный пустынный пол. Кстати, интересно, как мы на нем стоим, я тоже не знаю. И теперь в этот пол исчезает весь инвентарь, и вы его больше не видите. Но зато перед вами возникает прекрасный маленький чайный столик, на котором стоит чашка чая или кофе по вкусу. Вы берете эту чашечку и идете прогуливаться куда-нибудь в пустоту. Вы прогуливаетесь, рассматриваете бескрайние просторы этой особой вселенной, глядываетесь в мглу. Очень интересный цвет. У каждого он будет свой. И отбис этого цвета тоже будет у каждого свой. Итак, чай уже остывает. Мы его допиваем. Ну, может быть, кофе уже остывает. Итак, мы возвращаемся к мглу. Смотрим на этот угол. И смотрим на два последствия наших ответов. Выбираем то последствие ответа, которое нам более предпочтительно. То, которое могло бы принести выгоду нам, ну и тем, кому мы хотим, чтобы оно принесло выгоду. Выбираем стену либо номер один, либо номер два. И, соответственно, выбираем к нему ответ. То есть, если стена номер один — да, а стена номер один — нет, то и выбираем ответ — да или нет. Итак, можете открывать глаза. Безусловно, у каждого из вас последствия будут разные. Так же, как и ответы, и причины этих ответов. Ну, я сделаю так. Ну, так что, может быть, пойдем на хоккей? Знаешь, я не могу пойти на хоккей, ведь у меня аллергия на лед. О, ну ладно, тогда пойдем на какой-нибудь другой вид спорта. Договорились. Пока. Пока. Итак, согласитесь, забавная миниатюра. Но благодаря тому, что я отвлеклась в свою особую Вселенную, буквально несколько секунд, я смогла предотвратить свою аллергию. Ведь это могло бы послужить мне не очень лучше, не самой лучшей монетой. Если мы посмотрим на последствия нашей особой Вселенной, не только на наш ответ, мы поймем, что мы на нее не затратили почти никаких ресурсов. Ни денежных, ни материальных. Мы затратили на нее только свою фантазию и немного времени. Но посмотрите, ведь мы делаем это в первый раз. А что будет, если мы будем пользоваться этим постоянно? Когда, допустим, как я, у меня это занимает чуть меньше секунды. Но зато я могу контролировать ситуацию и знать все последствия и ответы, о которых некоторые только могут догадываться. И, как я уже говорила, тратить свою энергию. Можно сказать, по узлу. Хотя мы могли бы тратить ее на нужные вещи, на те, которые действительно нужно тратить. Теперь, после того, как я поделилась с вами маленькой частичкой своего секрета, вы можете контролировать ситуацию, которая происходит вокруг вас. Вы можете предугадывать ответы людей, которые находятся вокруг вас. Вы можете быть королем ситуации, королем мира и по праву считать себя таким. Только представьте, что если каждый из нас здесь сидящих воспользуется этой особой вселенной хоть один раз, тогда проблемы с экологией хоть раз, хоть ненамного уменьшатся. Также уменьшатся проблемы с технологиями. Да, куда уж дарик выходить. Проблемы с нашей демократией тоже уменьшатся. Ведь мы начнем задумываться о последствиях. А когда мы не задумываемся о них, наши главные эмоции становятся алчность. Да, как бы это смешно ни звучало, но я считаю, что алчность — это тоже одна из главных эмоций человека. Которая бывает у нас временной, а бывает и пожизненной. Поэтому, когда мы сможем абстрагироваться от этой глобальной эмоции алчности, которая, наверное, у каждого из нас врожденная, мы сможем принимать именно верные решения и можем понимать последствия, которые будут после наших решений. И, возможно, тогда Россия и вообще весь мир поднимется на более глобальный, более высокий уровень. И это серьезно продвинет различные сферы нашей деятельности. Вам хочу пожелать, чтобы вы никогда не забывали, что после того, как вы владеете частичкой этого мира, этой особой вселенной, теперь весь мир только в ваших руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова